всем привет дорогие друзья я рад вас приветствовать на своем канале ну что это будет первая смена на новом автомобиле думаю должно быть очень интересно в общем сегодня будет доставка объясню почему все потому что я прошел фотоконтроль документов машины и нужно сделать самозанятость без этого не пускает на линию поэтому ближайшее время сделаю самозанятость и обязательно сниму смену по комфорт комфорт плюс ну буду стараться конечно к плюс больше насколько будет много я не знаю ну и плюс раньше выходить надо уже начинается как я бы сегодня посмотрел 720 вот то есть так и надо выходить принципе на линию поэтому сегодня доставка направляясь потихоньку в центр и будем начинать свою смену в общем доставка на автомобиле за 3 миллиона это будет что-то с чем-то в общем погнали в зону коэффициентов и будем выползать на линию желаю вам приятного просмотра погнали промежуточный пробег из дома я скинул в общем кафа как вы можете видеть на моей силу и нету поэтому будем потихоньку направляться в зону коэффициентов вы только посмотрите что происходит доставки время 9 сегодня пятница и вот такая вот обстановка и вот ради этого стоит ехать центр думаю не совсем поэтому сейчас пойду пить кофе по такой обстановке что-то не охота мне совсем работать но это не та обстановка при которой хотелось бы работать яндекс доставки поэтому идем за кофе ну что друзья кофе взяли взял себе большой латте в общем хватит на пол дня точно что могу сказать обстановка только ухудшилась и я вспомнил что в начале ролика вам говорил что у меня нет самозанятости сейчас как раз обстановка нездравая есть на это время поэтому я предлагаю проехать до обводника и пойти попробовать сделать себе самозанятость чтобы была возможность катать такси если что потому что я планирую обязательно снять сменку на своем автомобиле в к плюс меня это и просили и сам я понимаю что по тарифу должен катать именно этот тариф вот поэтому в принципе направляемся потихоньку туда но доставка исчез на меня очень расстроил я давно уже не катал если честно но сейчас вообще офигел что в пятницу настолько все плохо да если честно такси тоже и мониторил тоже жаловались что обстановка так себе поэтому не знаю что за такие времена грубо говоря но видел что последнее время какие-то изменения были там яндекс убрал плюс с помощью него некоторые клиенты оплачивали типа баллами и грубо говоря с водителей такси снимались эти деньги вот за счет водителя грубо говоря эти бонусы были сейчас это убрали были изменения в общем если точнее то можете посмотреть других блогеров которые рассказывать про эти изменения я точно вдаваться в подробности не буду поэтому я потихоньку лечу оформлять самозанятость что из этого выйдет узнаем через несколько мгновений ну что пригнали в офис идем пешочком попробуем оформить самозанятость иначе яшка не хочет на линию по такси вообще никак пускать узнаем нюансики оформления все вам принципе подробно расскажу ну что друзья сходил я в офис яндекса но к сожалению оформить мне самозанятость пока не удалось в чем же была моя ошибка нужно было заранее записаться в общем я там сканировал qr-код и записался сегодня на 14 20 постараюсь к этому времени сюда же вернуться успеть прошел небольшой дождик он принципе идет выходим доставку смотрим обстановку я уже нахожусь в центре в более благоприятной зоне так сказать поэтому возможно кэфчик сейчас станет поинтереснее время 10 сейчас начнут здесь недалеко действует лучше кстати по 450 рублей вот сейчас оценим здраво обстановку как нам лучше работать по кэфу или по луже вот и будем выходить на линию то есть доставочка она как будто стала поинтересней вот так вот уже все выглядит вот не знаю стоит ли ехать до лужи или нет сейчас подумаем или включиться на линию просто давайте просто включимся на линию время ровно 10 вот я в итоге не выполнил ни одного заказа а проехал уже посмотрим сколько хоп-хоп 14 километров уже просто так накатал грубо говоря вот открылся на линию по всему городу ждем первый заказ посмотрим что же нам придет а вот и первый заказ кф-200 займет 45 минут принимаем такое нам принципе подходит это у нас альмонт роз цветочный магазин у нас будут цветочки на 3 800 короче какой-то крутой букет будет что ж не теряем времени поехали подаваться на первый заказ пока еду первое впечатление от автомобиля пока мне все очень если честно нравится то есть я кайфую разница колоссальная с форда на атлас это конечно просто это грубо говоря в ногу со временем это новые технологии разработки ты пользуешься этим всем это конечно очень круто по поводу оклеек официального устройства в такси грубо говоря это лицензия не лицензия решил что я не буду клеить никакие полосы все почему потому что это личный автомобиль вот и вот эти желтые полосы меня вообще если честно бренд от яндекса вообще никогда не привлекал то есть у меня были вопросы помню до этого почему ты не наклеишь бренд на фокус потому что я вообще в этом не вижу никакого смысла вот эти все сказки про лучшие заказы туда-сюда это работает пару дней насколько я знаю а дальше все как одинаково будут а потом когда ты будешь эту оклейку снимать то кузову твоему хана это первое что еще это внешний вид автомобиля очень портится если честно мне никогда то есть ну я понимаю это когда в парке до клея там все четко было чтобы хороший приоритет был бренд все четко чисто а когда просто автомобиль именно ну то есть у меня не главная работа такси либо доставка поэтому я ничего не клею если бы у меня была как основная работа тогда другой вопрос можно было бы это сделать но в данном случае я как подработчик грубо говоря вот поэтому я в этом смысле не вижу вот поэтому и еще то есть самое главное это каско слетает если сделать лицензию такси там прям прописано при оформлении лицензии в такси каско то есть страховая может залупиться это у нее будет аргумент отказать мне в страховом случае если не дай бог что-то случится вот эти причины принципе отталкивает меня от оформления лицензии от оклейки желтых полос шашки и т.д. и т.п. но в принципе если оформить самозанятость то пару смен в месяц в каплюсь и я спокойно могу катать отслеживая конечно рейды чтобы не попадаться то есть аккуратненько четенько можно будет принципе поработать вот а так в основном планирую в доставке также другие тарифы конечно то есть в парке буду брать автомобили эконом комфорт тот же комфорт плюс только с брендом с хорошим приоритетом вот так же в ближайшее время я думаю ожидается смена по грузовому долгожданная давно не было грузовом на моем канале я знаю что его очень любят много зрителей подписывается когда я снимаю грузовой поэтому это все будет в ближайшее время ожидать в общем ладно хватит ля-ля едем забирать наши цветочки ну что сходил забрал вот такую красоту вот запарковался принципе максимально близко думаю не все могли видеть еще мои номера потому что скидывал их телегу забрал рамки со старого автомобиля вроде вид ничего так сейчас переместимся в автомобиль посмотрим сколько ехать по данному заказу букетик попросили не переворачивать поэтому идеально он влез короб давайте смотреть сколько ехать по данному заказу ну а по заказу мы едем 8 километров 23 минуты заплатить за это нам хотят 471 рубль погнали пятый этаж без лифта в общем отдал заказ какое фото надо сделать непонятно это уже при вручении фото просит понимаю вначале вы надо было сделать это бред хоп-хоп если честно то этот заказ 3 800 ну точнее букет вообще не стал короче пока занимаемся благотворительностью плюс здесь еще кэфа нету до лужи надо ехать уже есть по 500 в принципе сюда наверное и доедем попробуем что-нибудь из лужи поймать приехал я такой в лужу стою и тут падает кэф 1402 я вообще офигел если честно короче принял его 4 забирать 4 отдавать я уже приехал по первому заказу в промзону с пропусками но ничего не оформлял так пропустили узнал просто название вот правителя пилос называется на свердловской набережной в общем писала два с половиной часа займет по километражу не знаю сколько это будет в общем нынешних реалиях как вы понимаете то это принципе хоть об что-то то есть косаря 2 будет единственное непонятно куда очень далеко ехать если два с половиной часа пока все точки максимально близко друг другу расположены в общем будет что-то интересное посмотрим что нам час отдадут на первом адресе я уже приехал принципе а вот и первое место забора ну что отдали мне первую посылку выглядит таким образом ну и вот собственно расположение моих точек пока видим что отдавать первую посылку там где забирать последнюю в общем весь город надо будет исколесить и какая-то . будет далеко в области я думаю ладно погнали до следующей ну что забираем из очень живописного места вот так вот выглядит моя посылка положим в багажнике поедем забирать третью по счету посылку забрали третью посылку вот таким образом выглядит в общем по описанию было все сложно на самом деле не так если передерживаться четко описанию то в принципе нормально нашел тут потяжелее было найти место конечно но все-таки его кое-как нашел сейчас едем уже отдавать одну из посылок чё по маршруту пока вот так вот вот пока все точки не очень дальние скорее всего последний забор который я буду забирать после того как сейчас вот этот пакет отдам он и определит куда мы поедем дальше всего но скорее всего это будет сторону пушкина павловска колпина куда-то может даже толстно не знаю в общем поедем отдадим мы посмотрим вот такая вот осень у нас тут вообще красота короче паркнуться здесь было максимально тяжело еще и смотрю на комментарии по последнему заказу позвонить за 10 минут то есть лучше бы конечно я приехал прожался на месте посмотрел куда и потом решил ехать или нет а тут получается за 10 минут это значит как будто ты ну смотрите какой мишка прикольный тут как будто ты уже автоматически в общем соглашаешься его вести в общем хитро хитро ну а вот таким образом мне пришлось паркануть машину потому что по-другому здесь в принципе никак вот ладно сейчас посмотрим сколько ехать позвоним привет дружок пирожок алё здравствуйте по доставке на старой петерговском 37 они подскажете мне вот к вам ехать как раз 10 минут а куда он вообще будет просто у меня конечной точки нету ну куда-то далеко по как будто да нет я имею ввиду куда надо будет вести далеко я тогда к вам выдвигаюсь минут через 10 буду хорошо договорились до свидания ну в общем все очень запутанно никто не хочет признаваться куда заказ чего ничего не понятно ладно поехали узнаем в общем ну что друзья момент истины опоздал в общем по заказу на 4 минутки посмотрим сейчас где конечная точка этого адреса так 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 слушайте в колпину в пушкин если быть точнее но в нормально на самом деле сгоняем ничего страшного сейчас буду звонить отправить или пусть выносит посылку алё да я подъехал белая машина возле магазина сплав как раз стою окей все как видите здесь сами выносят здесь платной парковки как я вижу разметки нету отличность пушкин на самом деле можно сгонять вот главное не куда-то дальше ни в какой-нибудь не тосно не в любань пушкин это там можно легко вернуться чем за 15 минут я вернусь к шушаром по витебскому проспекту и все и дальше можно получить заказы и кататься собственно вот поэтому ждем отправителя посмотрим что вынесет здравствуйте спросил я у начальства он сам не знает а я все увидела уже все пушкина пушкин нормально шушары не в пушкин именно пушкин сразу чтобы все было люблю правильность привет на без его в жизни никак конечно да отлично все хорошо хорошего до свидания так ну ладно оценю его на пятерочку вообще красавчик может так ну и все погнали дальше развозить свои посылки вот так я прилип на время здесь по ходу железнодорожный переезд уже не знаю сколько здесь стоим минут 10 наверное в общем все время уже вышло мне еще ехать 18 минут по заказу вот такое будет опоздание но это еще не вечер потому что мы просто стоим никуда не двигаемся вот так вот можно на ровном месте потерять много времени это кстати улица краснопутиловская здесь я частенько встаю когда проезжаю железнодорожные переезды вот не знаю чаще всего наверное здесь стою на жжд переезда в питере не знаю здесь очень часто ездят поезда прям капец конечно ну чё в итоге минут на 20 на 25 опоздаю по заказу и без конечно ну вот такое опоздание получилось в общем 15 минут прожимаемся на месте и пойдем отдавать свою посылку отдал посылку на среднерогатской улице и вот такой маршрут мне до пушкина остается это даже не пушкин это московская славянка едем на ростовскую улицу давно там кстати не был вот сейчас скатаемся как раз видите находится между пушкином и колпина погнали отдал я свой последний заказ славянки давайте же смотреть сколько получилось по деньгам сколько я потратил времени и самое главное проехал километров цена получилось 2 578 нынешних реалиях по доставке считаю принципе неплохо вот закрываем переходим в сам заказ и смотрим то есть хоп 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 по времени почти три часа 2 часа 49 минут уложился бы в два с половиной если бы на переезде конечно не встрял 42 километра я проехал вот такой вот заказ такой вот маршрут напишите в комментариях отвезли бы вы такой заказ или это нормальный заказ ненормальный я считаю что более-менее неплохой с учетом того какая была обстановка я стоял вообще в луже где еле-еле горел кэфа пришел с кэфом полтора вот без кэфа такой заказ был бы конечно не о чем а с кэфом вроде как более-менее поэтому время два часа как вы понимаете никуда я уже не успеваю никакой самозанято сделать но я сфоткал себе там qr-код куда переходить где записываться и ближайшее время принципе сделаю самозанятость вот чтобы можно было подрабатывать в такси я нахожусь московской славянки кэфа здесь принципе нету но кнопку поставить вроде как можно вернуться в город но обстановку вы сами видите не самое лучшее для пятницы то есть максимальный кэф 2 и 3 ну что это такое по доставке да не знаю с чем это связано но какая-то просадкой в такси и в доставке сейчас чувствуется в общем вот такие дела надо потихоньку отсюда наверно выбираться проставлю кнопку и буду выбираться в город поэтому погнали хочешь работать и зарабатывать как я тогда я тебе рекомендую эксперт пар комиссия парка всего лишь 50 рублей в сутки также есть возможность подключить по 3 процента моментальная выплата ваших денежных средств круглосуточная и четкая техподдержка которая решит более 90 процентов ваших вопросов есть возможность заказать новый клёвый термокороб доставка по территории россии будут совершенно бесплатно также недавно стартовала программа эксперт парк 20 где комиссия уже составит 40 рублей сутки бонус за приведенного друга повышается до полутора тысяч поэтому контакты видите на экране они будут продублированы в описании обращайтесь зарабатывайте и хороших вам заказов была возможность зацепить заказ по драйву вот я там даже поменял свои данные мне кажется они не успели еще прогрузиться вот и был прекрасный заказ со славянки на октябрьскую набережную принципе то что надо за 850 рублей я даже не стал загибать цены согласился на ту которая была но было еще два человека которые предлагали свои цены и скорее всего они предложили ниже соответственно человек выбрал где дешевле и уехал вот не захотел прокатиться но был джейк 70 но и бог с ним в общем потихоньку возвращаясь пустой включусь еще в городе посмотрю что интересно будет приходить вот но боюсь что там конечно шляпа всякой год полным полно хватать вот вроде бы неплохо было бы на такой хорошей ноте закруглиться вот но не знаю что я хочу еще проверить если честно чем городе может быть поэтому сейчас быстренько возвращаемся к витебскому проспекту проедем чуть-чуть шушар и включимся посмотрим что придет по заказу поэтому вот такой расклад движемся а кто-то нас дтп я уже успел доехать до купчины и как вы видите развернуться все потому что пришел заказ было три точки стало две в общем заказ какая-то шляпа полная если честно из технопарка в outlet village надо ехать вот такая подача у меня 15 минут 9 километров а потом еще короче ехать в сторону стрельно вот следующая точка и что-то я боюсь тут конечно такая шляпа получится на петергофское шоссе следующую точку забирать не знаю зачем я это принял к в двести тридцать шесть как я и сказал чуть ранее одна . отвалилась как она вообще посчитается скорее всего это куда-то в сторону петергофона я написала полтора часа заказ займет в общем бог его знает ну ладно поедем сделаем еще этот заказ ну и на этом уже точно закругляться ну а ошибка была взять этот заказ или нет мы узнаем в принципе чуть позже приехал в outlet полково мне вот в технопарк хорошая большая надпись видно в общем сейчас будем звонить пусть выносит посылку алё здравствуйте за заказом 39 39 просто в комментарии пишет что не наоборот не заходить магазин в общем странно идем ну что забрал вот такую небольшую посылочку пока не понимаю что это но вот сколько мне ехать сразу ее отдавать 20 минут 20 километров ну а затем заказ из жемчужной плазы вот там интересно куда он потому что это вроде как на окраине возможно в области если очень далеко то скорее всего буду пропускать наверно то что дальние заказы в область мне принципе не интересно в общем погнали домофон не алё клиент не алё поэтому что делаем правильно автозвон ну а вот цену попалил на лан 1100 стоит заказ короче сейчас попробуем так скоро получатель с вами свяжется но все автодозвон классная штука вообще огонь здравствуйте богдан дело в том что мне не связаться с получателем с автодозвоном попробовал но все равно со мной никто не связывается до автозвонком попользовался но никто со мной не связывается все равно домофон не отвечает трубки телефон не берут в общем осталась надежда на вас ну там просто написано что пользователь на связи вот-вот с вами свяжется и все да я уже пять раз позвонил ему и все равно мне не удается дозвониться до него ладно сейчас еще раз попробую понял и могу связаться с получателем с автодозвоном ознакомлен позвонил потом несколько раз нажал что не удалось доставить дозвониться и смотрите как с клиентом связаться сказать что мне до него вообще никак не дозвониться просто автодозвон вроде как дозвонился мне не получается с ним связаться вообще никак не домофон не телефон вообще ничего хорошо ожидаю да чудеса конечно первый этаж представляете домофон не берут трубку не берут ужас конечно это попадут на ровном месте прикольно да круто конечно тоже скажет поддержка все понял одну окей до свидания получается сейчас построили мне маршрута жемчужные плазы смотря куда там ехать потом еще возврат но это конечно полная фиаско приехали в жемчужную плазу поражался я на месте и поедем мы конечно в стрельне но тут на самом деле не очень далеко поэтому можно скатнуться потом по пути мы отдадим возврат и принципе можно будет подводить итоги этой смены как-то так планы построены поехали заберем аксессуар ну а в стрельне мы повезем просто обычную мышку от компьютера по расстоянию 17 минут 8 километров знаете в чем фишка вот эта цена мне же приходилось тремя точками обычно цена остается когда точки отлетают цена остается а перерасчет в конце происходит поэтому дмитрий румянцев да интересная конечно имя фамилия ну ладно в общем блин интересно какая цена будет в конце и по возврату и по всему в общем поедем узнаем ходила дал заказ стрельна готова посмотреть сколько мне ехать по возврату это конечно жесть я сейчас посмотрел маршрут 27 километров 31 минуту чтобы вернуть эту гребаную посылку это вообще сегодня мы с вами ну а точнее я познал просто все прелести доставки я как бы и так знал что может быть все что угодно но для новых зрителей будет интересно посмотреть что может быть яндекс доставки поэтому летим отдавать насколько же пересчитает пока не знаю цена 1110 на данный момент что будет в конце увидим и выгоден ли возврат или нет все-таки типа надо ли до конца дозваниваться до клиента или проще подождал пару минут и сразу возврат оформим поехал в общем летим отдал я возврат но я конечно офигел от цены возврата 150 рублей стоил возврат за маршрут который я вам показывал вы прикидываете смотрите 1267 я закрыл заказ 1110 он стоил это просто ни о чем вот так вот стоят возвраты в общем на этом на этом волонтерство мое заканчивается сегодняшний давайте подводить итог что у меня получилось выскочил я в 10 на линию сейчас время 16 40 это получается 6 часов 40 минут с возвратом у меня сегодня получилось поработать за это время я заработал сумму 4 400 ну вот так думаю нормально видно вот теперь по пробегу по пробегу 160 километров 160 километров чтобы вы понимали до этого заказа у меня был пробег 101 заказ вот этот сожрал у меня грубо говоря 60 километров но это как бы такие конечно непредвиденные обстоятельства возврат всегда но они бывают в принципе поэтому вот такая получилась смена на новом автомобиле первая смена делитесь своими комментариями в общем жду от вас ответную реакцию в общем собираем 100 лайков и выходим в к плюс поэтому спасибо за просмотр увидимся в новых роликах с вами был андрей пока до новых встреч